Здравствуйте, уважаемые ульяновцы и гости нашего региона. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о том, что в Донбассе будет проведена специальная военная операция с целью защиты мирного населения. Буквально сразу в соцсетях, мессенджерах и некоторых СМИ стали появляться фейковые сообщения, связанные с ходом спецоперации. Сегодня поговорим о самых громких из них, будем разбираться, где правда, а где ложь. Итак, первый фейк. Иностранные онкологи не будут лечить русских детей. Так интерпретируется новость о прекращении сотрудничества с Россией Международного научного сообщества онкологов OncoAlert. Правда, OncoAlert не клиника и не благотворительная медицинская организация, а научный посредник в мировом сообществе онкологов. Оно проводит конференции и дает врачам рекомендации, но не имеет прямого отношения к реальной врачебной практике. Даже если российские врачи не смогут участвовать в конгрессах и форумах OncoAlert, у них остаются собственные связи и личные контакты в мировом сообществе онкологов, а также внутрироссийские мероприятия, с помощью которых можно постоянно повышать квалификацию. Чрезмерная эмоциональная интерпретация новостей об OncoAlert уже вызвала критику внутри российского медицинского сообщества. Еще один фейк. Датская компания Lego на фоне ситуации на Украине и санкций решила уйти с российского рынка. Такие сообщения распространили ряд СМИ и телеграм-каналов со ссылкой на пресс-атташе компании. Правда в том, что представители компании уже опровергли эту информацию. По их словам, торговая сеть и интернет-магазин продолжают работать в России. Товары в наличии, но цены на них выросли. Еще один фейк. В Сургуте подготовили сотни могил для похорон солдат, якобы погибших во время спецоперации в Украине. Сургут готовится к двухсотам. Такой ролик выложил на своем канале в YouTube украинский блогер. Правда в том, что эти кадры были сняты осенью прошлого года. Администрация кладбища пояснила, каждый год могилы заготавливают с осени заблаговременно, потому что зимой копать мертвую землю очень сложно. Кстати, украинского блогера ничуть не смутило, что на видео отсутствует снег, в то время как сейчас в Сургуте, да и во всей России, полноценная зима. Еще один фейк. Мужчинам призывного возраста пришли повестки военкомат. Их будут забирать на спецоперацию в Украине. Такая информация активно распространяется в социальных сетях и мессенджерах. А теперь правда. Действительно, некоторым российским призывникам начали приходить повестки военкоматы. Но с операцией на Украине это никак не связано. Весенний призыв в армию начинается 1 апреля, и повестки могут приходить в течение всего марта для прохождения медосмотра, психологических тестов, уточнения характеристик и справок с места учебы и работы. Это нормальное явление, которое происходит каждый год. Первые военнослужащие отправятся в части не раньше 25 апреля. Солдаты срочной службы и курсанты не участвуют в военной операции на Украине. Об этом регулярно заявляют представители Минобороны. Все переписки, которые публикуют в сети, являются плодами украинской фабрики фейков. Фейки о происходящем на Украине расходятся по всему медиапространству. И, к сожалению, не все понимают, что эффектные фото и видео бывают недостоверной информацией. Очередной эмоциональный пост о том, как украинские военные прощаются со своими семьями, собрал 39 тысяч гневных лайков, 3,5 тысячи комментариев и десятки тысяч перепостов. Но мало кто из них знает, что на фото американские солдаты совсем другой военной компании и другого периода. Озвучу самые вопиющие фейки. Сербского актера Нинада Акановича выдали за героически погибшего при взрыве моста в Харькове украинского солдата Алексия Акановича. Эмоциональное видео, в котором девочка кричит на военных и требует, чтобы они ушли, на самом деле было снято 9 лет назад, во время Палестино-израильского конфликта. Жена президента Украины Зеленского с оружием в руках защищает страну. Многие поспешили ей восхититься, но на самом деле это совсем другая женщина. Украинские мирные жители спасаются бегством от наступления на город российских военных. Очень эффектные кадры взяты на самом деле со съемок фильма «Колейдоскоп». Мисс Украина-2015 тоже защищает страну, а ее фотография в военной экипировке. Только вот на фото девушка со страйкбольным оружием, а снимок опубликован еще задолго до начала военных действий. Будьте внимательны, старайтесь проверять новости, прежде чем пересылать их другим людям. По поручению председателя правительства России Михаила Мишустина в России начал работу информационный ресурс «Объясняем.рф». Портал является источником проверенной, официальной и оперативной информации. Здесь уже есть ответы на самые актуальные вопросы по всем сферам – от транспортного сообщения до финансовой стабильности и работы школ. Уважаемые ульяновцы, не поддавайтесь на провокации, никогда не паникуйте и доверяйте только проверенным источникам информации.